Продолжение следует... Продолжение следует... Несмотря на то, что тогда, в те годы, когда я родился, я родился в 1952 году в Караганде, это Казахская СССР было, мои родители тогда еще детьми вместе со своими родителями были сосланы в степи Казахстана после революционный период времени. По папиной линии был дедушка священнослужителем, поэтому его сослали в Сибирь, а детей сослали в Казахстан. По маминой линии родители обвинили, что они кулаки, и сослали их тоже в Казахстан. Ну, тогда, знаете, по любой клевете могли сослать любого человека, отобрать все, что он имел, а имели тогда не так много, как мне мама рассказывала. Было у них две лошади, корова была, был свой земельный надел, где они работали, дети были, воспитывали, построили новый дом. Ну, вот сосед позавидовал, сказал, что вот Ефремов кулак, ну, и вот сослали всех туда. Действительно, пострадало порядочных людей, честных, добросовестных, христиан православных, благочестивых людей, и среди них очень много было священнослужителей. Вот, и вот один из таких очень известных в то время подвижников благочестия был один из последних оптинских старцев. Тогда еще был и романах Севастьян Карагандинский, который потом был возведен в Игумена, потом и в Архимандриты. И вот он где-то в 1996 году был причислен к лику святых. Вот, и мы его знали просто святым человеком. В нашей семье, ну, знаете, он имел чрезвычайно важное значение. Ну, я просто скажу, если бы не было его, то мы бы с вами сегодня не встречались, это сто процентов. Вот, а благодаря ему, благодаря его участию в жизни, в нашей семье, и мама осталась жива, и прожила еще многие-многие годы. Вот, и все, что вот в нашей семье происходило, это благодаря его святым молитвам. Папа не был никогда коммунистом, но вот был вот таким неверующим человеком до глубокой старости. Вот, а уже потом, уже, знаете, я помню, приезжал я к нему в Караганду, он уже там остался жить. Сижу у него в комнате, да, и смотрю, вот, а у него какие-то бумажки он изобретал все. Он, знаете, какие-то там человек делал, он изобретатель и рационализатор был, поэтому он все время что-то изобретал. И я смотрю, у него там какая-то записка, и написано Кирилл, и какие-то цифры стоят. Я говорю, папа, а что это у тебя такое? Он говорит, не трогай, не трогай, это расписание. Я говорю, какое расписание? Слушай, говорит, я смотрю по телевизору вашего Кирилла. Я говорю, какое Кирилла? Он говорит, ну, митрополита вашего Кирилла. Я говорю, а что ты смотришь? Смотри, там правда расписание. Он говорит, а помните, выступал тогда еще владыка Кирилл по телевидению с пастырским словом, да? Слово пастыра была программа. И он ставил будильник специально. Он говорит, я ставлю будильник, чтобы не проспать. Слушай, говорит, ну мужик у вас умный какой, он так восхищался, знаете, Кирилл. Слушай, вы же знаете, ему было тогда, я приехал где-то, был 89 лет, ему уже исполнилось, я его приехал поздравлять. Я говорю, пап, а ты, ну смотри, сколько лет ты уже живешь? Ты сколько лет уже не причащался, не исповедовался? Пап, не хочешь поисповедоваться, причаститься? Он говорит, что ты меня хоронишь? Я говорю, пап, ну мужик, это же не для похорон. Я говорю, я каждое воскресенье служу, каждое воскресенье причащаюсь, а иногда и по будням, какие у нас праздники бывают. Я говорю, мы же все, мы же причащаемся тело и крови Христово, не для смерти, а для жизни, пап. Ты понимаешь, вот, да, вы знаете, ну вот говорили, говорили с ним, да. Потом он говорит, ну ладно, давай, пусть придет. Я говорю, я не буду тебя исповедовать, я не могу, не имею права. Я говорю, есть вот у нас хороший отец Александр, я говорю, ты же его знаешь. Он говорит, да, знаю. Я говорю, ну давай, попросим, приедет, поисповедует, причастит. Ну ладно, давай. Ну вот он приехал, причастил меня. Я уехал специально, потом на следующий день приезжаю, спрашиваю, пап, ну как? Он говорит, слушай, у меня вчера была такая Пасха. Я вчера такую радость ощутил, я никогда себя так не чувствовал. Я говорю, ну вот, вот и говорил. Вот, так что давай, будет желание, еще позвони. Меня, знаете, я вспоминаю просто вот свое детство сейчас. Обычно все собирались на пионерские линейки, а поскольку я не пионер, то я уходил на улицу, и мы там с другими мальчишками гоняли футбол, мы ходили в храм. Ну и вот для нас вступление в пионеры, в комсомол, это было, как и для многих людей того времени, это был просто повод отречься от Бога. Вот, вот в Советском Союзе такое было отношение, если ты пионер, то ты не должен ходить в храм. Классные руководители, воспитатели, преподаватели нам говорили, что вы всегда будете разнорабочими, вот, на самых грязных работах, если не вступите ни в пионеры, ни в комсомол, ни в партию. В будущем. Ну, а потом служба в армии, учеба, еще до этого было в профессионально-техническом училище. Я пошел учиться на мастера по ремонту холодильных установок. А потом армия, служба в армии. Служил в Германии, в группе советских войск в Германии. Вот, а после этого пошел учиться в семинарии. Только что в 73-м году поступил в Московскую духовную семинарию. Потом в Московскую духовную академию. Потом год пробыл в аспирантуре. А в 81-м году направили меня в русской духовной миссии в Иерусалиме. Членом миссии, заместителем начальника миссии, начальником миссии. Вот, а в 88-м году меня направили, по окончании командировки направили меня в Псково-Печорский монастырь. Так что 3,5 года я был там, на местном монастыре. Вот для меня это было просто, вы знаете, настолько важным, вот таким духовным составляющим, что я думаю, во все дни своей жизни я буду помнить этот монастырь. Это рай на земле. В то время это была особая, вот такая житница старцев там. В то время там были, ну, такие известные старцы, как, допустим, вот отец Иоанн Крестьянкин, отец Адриан, отец Александр, отец Нафанайл, отец Серафим. Вот, и целый ряд других подвижников благочестия, которые действительно, знаете, вели аскетическую подвижническую жизнь. Я сейчас, рассказывая и вспоминая о монастыре, говорю, вы знаете, ну, редко, наверное, проходил день, чтобы вот не было какого-то такого события, которое можно было назвать чудом. Вот просто каждый день там что-то происходило, ну, из ряда вон выходящий такой, да. Вот присутствие Бога в жизни обители, оно настолько ярко ощущалось, удивительно, знаете, вот такая была настоящая аскетическая духовная жизнь братьев этой святой обители. Не случайно туда огромное количество людей приезжало. Так что это, знаете, для меня была, ну, настолько дорога и мила эта обитель, что я ее всегда вспоминаю, как вот такой живой, знаете, вот, постоянно действующий источник святости и духовной жизни. С 92-го года я уже нес послушание епископам, управляющим патриаршными приходами в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Мексике. Так что вот 8 лет пробыл еще там. Вот, ну, а потом в 2000-м году меня перевели в Австрию и Венгрию, а из Австрии и Венгрии в 2003-м году в Рязани. Так что в Рязани я был до 2013-го года. Ну, и вот с 2013-го года несу послушание здесь, в Белоруссии. Ну, вы знаете, никакой разницы нету между задачами, которые стоят перед Белорусской Православной Церковью или перед Русской Православной Церковью. У нас одни общие задачи перед Православной Церковью. Православная Церковь призывает всех нас преобразить свой прежний порочный образ жизни, стать лучше, стать добрее. Ну, а нас, конечно, как организацию церковную, конечно, загружает, или мы просто должны проявлять внимание ко всем людям. И к старшему поколению, и к среднему, и к младшему. Вот. Самая главная миссия, которую несет Церковь людям, это, конечно, евангелизация просвещения, спасения, учения о спасении. Вот. И мы все стремимся войти в лоно церковное для того, чтобы всем вместе идти по евангельскому пути ко спасению. Поэтому проповедь Евангелия у нас на первом месте, она, как и везде, вот, отношение к детям. Наша задача помочь государству, помочь каждому родителю воспитать детей, достойных и звания родительского и церковного. Так что просвещение, спасение людей – это главная миссия Церкви. Но и мы сами стремимся тоже быть соучастниками этого процесса спасения. Стяжите Дух мирен, и вокруг вас спасутся тысячи. Вот. Наша задача, а вот сейчас особенно, вот, в наступающем Великом посту, как, в общем-то, и каждый день, мы все призываемся к тому, чтобы встретиться с Богом. Я очень часто говорю, знаете, современный человек, который начинает свою жизнь в Церкви, и особенно, когда наступают дни или Великого поста, или любого другого поста, то по окончании поста друг у друга спрашивают – постился? – постился. Сколько килограмм сбросил? Понимаете? А вот отцы древности, которые подвязались, которые действительно жили евангельскими принципами, они, которые уходили в пустыни или в горы на период Великого поста, а потом, возвращаясь, они друг у друга спрашивали – как твоя молитва? А встретил ли ты Бога? Вот наша задача, вот особенно в эти дни поста, встретиться с Богом. А ведь мы же с вами, когда исповедуемся, очищаем себя от всякой скверной греховной, а потом причащаемся телой крови Христовой, вот мы соединяемся со Христом, мы встречаемся с Ним, и наша задача – вот это состояние пребывания в нас, Бога. Это и есть вот то заветное, к чему должен стремиться христианин, чтобы мы жили в Боге, и Бог жил бы в нас. Дарите людям добро, и вы это добро получите. Дарите людям радость, и вы эту радость получите. Понимаете? Вот такое жертвенное отношение и к людям, окружающим нас, оно дает человеку возможность ощутить, вот реально ощутить, пережить вот это общение человека с Богом. Поэтому не случайно подвижники уходили в пустыне, вот им не хотелось, чтобы суета какая-то, даже монастырская суета их отвлекала от этой молитвы. Я считаю, что вот такое богообщение – это подлинное счастье человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok